В России отметили День защитника Отечества. В Красный день календаря все поздравления и пожелания звучали в адрес мужчины, в особенности военнослужащих. Сегодня в рядах российской армии проходит службу порядка миллиона человек, в том числе в частях, расположенных на территории округа. Идет служба нормально, все хорошо. Климат, конечно, холодный, уже привыкли, все хорошо. Прошло уже 9 месяцев, как Шакбан Магомедов сменил южный климат на северный. Когда его распределили в Нарьенмар, был немного удивлен, ведь там холодно и нет много солнца, как в родном Дагестане. Сегодня рядовой Магомедов планирует продолжить службу по контракту. Понравилось, хочу быть военным. Ну, в чем, на ваш взгляд, плюсы военного человека? Ну, как, патриотизм, наверное, в первую очередь. Также на контракт молодые люди соглашаются из-за положительных изменений, которые проходят в вооруженных силах России. Это отметил и губернатор округа, приехавший поздравить личный состав войск противовоздушной обороны. По словам главы региона, многое еще предстоит сделать, но служить сегодня почетно и престижно. Я глубоко убежден, что человек, которому есть что защищать, становится гораздо сильнее. Мы сегодня с вами защищаем нашу горячелюбимую, замечательную Родину. Очень важно, чтобы мы с вами держали очень высоко подвинутую планку в каждой своем деле. Кто в защите Родины, кто в защите округа, а все вместе в защите нашей страны. С праздником! Поздравить военнослужащих приехали главы города, Заполярного района, поселка Искателей, депутаты окружного собрания и горсовета, представитель общественной организации участников боевых действий «ЩИТ». После торжественного построения и марша гости вручили подарки командиру воинской части. Ну и какой праздник воинской части без полевой кухни? Сегодня в меню гречневая каша. Здравствуйте! Здравствуйте! Как вы готовите кашу? Кашу мы готовим по домашнему рецепту. Ну и естественно добавляем тушенку. Это традиция. Армейская традиция, так сказать. Какие у вас бывают каши, какие вы готовите на праздник? Готовили перловую кашу. Тоже, в принципе, такой же рецепт. Праздничное угощение гостям понравилось. Питательная гречневая каша отлично согревает и придает силы в любое время года. Амниолы в переводе с Нениского очень вкусные. Из поселка Искателей делегация направилась в еще одну воинскую часть Воздушно-космических сил России. Там также прошло торжественное построение и награждение победителей конкурса «Офицер года». Валентина Чибичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». Продолжение следует...